Музыка Говорят, студенческие годы — это лучшие годы в жизни. Но мы не только расскажем, но и покажем, почему они такие, самые лучшие. Всем привет! Сегодня с вами я, Олег Скиданов. Чем будем удивлять сегодня? Смотрим! Бритиш Петролиум щедро поощряет молодых исследователей Казанского федерального. Серия мастер-классов продолжается. КФУ посетил российский журналист и продюсер Иван Засурский. Игра начинается. Женская сборная по баскетболу одержала победу над КАИ. Уже несколько лет Бритиш Петролиум поддерживает студентов, аспирантов и научные коллективы в КФУ. Получить награду от руководства BP в России для каждого студента особенно важно. Это подчеркивает значимость сделанного ими шага к реализации своих научных амбиций. Насколько внимательно BP относится и поддерживает российское высшее образование, расскажет Аделя Шамилова. Казанский федеральный университет и компания BP Exploration Operating Company Limited абсолютно убеждены в том, что талантливых и перспективных студентов нужно поощрять. Именно поэтому данная компания запустила программу поддержки студентов, получающих образование в сфере энергетики и нефтегазовых технологий. Это отрасли, в которых компания BP является экспертом, а значит способна выявить таланты. Инициативность студентов находит поддержку. Представившие свои проекты, учащиеся в КФУ, получат грант в качестве поддержки своих проектов. Участники программы ежегодно могут стать студенты и исследователи, чьи научные интересы лежат в области связанных с энергетикой, нефтедобычей и нефтепереработкой. К слову, в Казанском федеральном вновь состоялся ежегодный отбор новых соискателей стипендий. В течение всего дня представители компании проводили собеседование с новыми энтузиастами, решившими побороться за свой шанс. Весной мы собеседуем бакалавриат и студентов специалитета и осенью магистратуру-аспирантуру. А также мы даем гранты, пять грантов на университет молодым научным коллективам. Задача представителей компании была очень трудна, потому что достойных студентов и аспирантов гораздо больше, чем стипендий, которые выделяет компания. Очевидно, это был сложный выбор. Да, проекты замечательные, их всегда очень много, конкурсы очень высокие. В этом году было подано порядка сорока заявок при наличии того, что будет только выдано пять грантов. Поэтому, соответственно, конкурс действительно очень высокий. Весь день для представителей компании и студентов КФУ выдался напряженным. После проведения собеседования студенты публично защищали свои проекты. Отбор претендентов осуществляется дважды в год, весной и осенью. А поучаствовать в конкурсе может каждый, кто достиг значительных успехов в учебе и научной работе. Приятным завершением мероприятия стало вручение почетным дипломами тех стипендиантов, которые добились успеха на предыдущих слушаниях. Аделья Шамилова, Ленар Дельмитяров и НПР Ньюс. Гостем Казанского федерального университета стал российский журналист, продюсер Иван Засурский. Послушать опытного журналиста, а также задать все интересующие вопросы смогли студенты Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Казанского университета. Смотрим. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Казанского университета прошла открытая лекция «Научная коммуникация в открытом доступе». Лекцию для студентов провел российский журналист, продюсер, президент ассоциации интернет-издателей Иван Засурский. Спикер отметил, что если чем-то заниматься с полной самоодачей 5 тысяч или 10 тысяч часов, то вы сможете стать гением в этой сфере. Правда, здесь есть одно но. Есть одна проблема, что когда мы учимся чему-то очень так сосредоточенно и полностью этому себя посвящаем, то мы на самом деле попадаем во что-то вроде эффекта тоннеля. То есть, если вы знаете такие ученые, которые всю жизнь какую-то изучают проблему, им иногда в конце жизни особо не с кем даже бывает поговорить, потому что они так долго роют свой тоннель куда-то, так глубоко копают, что потом рядом не оказывается никакой живой души. Оценки в школах, дипломы высших учебных заведений – все это имеет свойство с течением времени обесцениваться. А почему? На этот вопрос попытался ответить спикер встречи Иван Засурский. На самом деле, что произошло? Произошла как бы девальвация ценности дипломов. Работодатель не очень доверяет дипломам, которые видятся. Журналист также затронул актуальную тему покупки и списывания дипломов о высшем образовании. В 2005 году, антиполагиат говорит, каждый второй диплом был фальшивый полностью. То есть, это был какой-то диплом, который сдавался второй раз. В нем все было как раньше, только титульная страница менялась. Сейчас они говорят, ситуация стала лучше. В прошлом году каждый третий диплом – левый. Все это приводит к тому, что нынешнее поколение упрощает себе учебу всеми удобными способами. А работодатели уже не доверяют дипломам о высшем образовании. И в результате, не только в России, но и в других странах, выросло несколько поколений людей, которые, в принципе, не имеют никакой привычки читать книжки, потому что они привыкли покупать или где-то в интернете брать письменные работы. Несмотря на все это, среди молодежи всегда были, есть и будут люди, желающие получить реальные знания и зарекомендовать себя с положительной стороны перед будущим работодателем. Например, когда работодатель говорит, мне нужно, чтобы кто-то из студентов поднял, разработал вот эту тему. Я много людей так на работу брал. Даешь человеку тему для курсовой или для диплома, человек хорошо бы не разобрался. Сделал концепцию, сделал презентацию, сделал проект. Как его не взять потом на работу, если он уже понимает вообще, о чем речь. Анна Глазунова, Леонард Влесьяров, Универньюс. Делегация Финляндии прибыла с визитом в Казанский федеральный университет. Чрезвычайный полномочный посол Финляндии в России посетил Институт управления экономики и финансов. Подробнее смотри в следующем сюжете. Встречал делегацию Финляндии проректор по внешним связям Казанского федерального университета Ленар Латыпов. Он рассказал гостям КФУ про развитие университета и сотрудничество с другими вузами. Специально открыли программу, так называемую Open Labs. То есть вот оборудование, которое закупили, благодаря, значит, правительственной поддержке, оно стоит, оно высокотехнологичное оборудование. Вот. И мы предлагаем ученым разных университетов, и в США, и в Европе, и на Ближнем Бостоке, и в Китае, пожалуйста, вот у нас есть лаборатория, давайте делать совместный проект. Также одной из тем обсуждения стали татарский язык и культура. Помимо этого, проректор по внешним связям рассказал гостям о стратегической академической единице учитель 21 века. Он поведал делегатам о системе подготовки учителей в Казанском федеральном университете. После встречи делегация провела лекцию для студентов. Для них выступили несколько членов делегации, в том числе и посол Финляндии Мико Хаутова. Артем Тупичкин, Владислав Михневский, Универньюз. Спортивная версия игры «Что, где, когда» прошла в КФУ. Тема прошедшей игры «Коррупция и борьба с ней». А подробнее ты можешь узнать в сюжете Олега Кашина. Уже совсем скоро, 9 декабря, состоится Международный день борьбы с коррупцией. Казанский федеральный университет тоже участвует в праздновании этого дня. 13 ноября состоялась спортивная версия игры «Что, где, когда», которую организовал Брэйн-клуб КФУ. Деятельность клуба направлена на развитие интеллектуального движения среди студентов. Сегодня мы проводим интеллектуально-познавательную игру «Что, где, когда» и она посвящена месячнику борьбы с коррупцией, которая пройдет 9 декабря. Это Международный день борьбы с коррупцией. И также именно 9 декабря мы проведем еще одну заключительную игру. Правила спортивной игры ушли недалеко от телевизионной. Все так же 6 человек за одним столом, но с одним большим отличием. Знатоки играют не против телезрителей, а против другой команды. При этом все команды отвечают единовременно, записывая свой ответ на бумаги. В последней игре приняли участие больше 20 команд. И это можно считать хорошей оценкой работы Брэйн-клуба КФУ. Аля Кашин, Роман Самарин, Универньюс. Новый сезон ассоциации студенческого баскетбола для команды КНИТУКАИ начался с поражения команды из ЭНРК. О том, как прошла игра, ты узнаешь в нашем следующем сюжете. 13 ноября в спортивном зале Академии спорта женская сборная Казанского энергетического университета встретилась с командой Казанского национального и следовательского технического университета имени Туполева. К сожалению, в этом матче удача была не на стороне команды из КАИ. Несмотря на вполне уверенную четкую работу, команды на площадке девушкой уступили своим соперницам 26 очков. Эта игра у нас была такая решающая лично для нас. То есть выиграть их – это было дело чести, так скажем. Подготовка была очень усердной, так как команда очень непонятная. Она то зоны держит, то держит персонально, поэтому тренер нас очень хорошо гонял на тренировках именно по тактикам. Встреча завершилась поражением сборной КНИТУКАИ со счетом 56-30. Женская сборная Казанского федерального университета сразится с КАИ 16 ноября. Диана Шилова, Универ Ньюс. Студенческие годы пройдут незаметно, поэтому цени их и наслаждайся каждым моментом. С вами был Олег Скиданов. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова